всем привет ну какой-то мужик нас ждет да давайте объясним ему что мы тут ребята серьезные шутки не шутим давай подойдем вроде как будто бы воевать нам с ним не предлагают но давай поговорим наблюдатель а это кстати первая семья по ходу чувак элвис мы наблюдали за мной так все следят ты кто мы наблюдатели ого никогда такого бы и вот опять понаблюдайте за кем-нибудь другом мы наблюдаем как ты сражаешься мы терпим неудач ты терпишь неудачи найди свою мать это лишь начало найди себя это конец пути точно мне пора назад в реальность поэтому до встречи а это кстати наблюдатели это же этим товарищи которые воюют с первой семью на семьей наоборот так случайно встреча не случайно одеяние исправителя выжившая ага это то есть побочные квесты да у нас найти еще четыре наблюдателя нам надо такой у меня только вопрос это на этой именно карте или в сумме вообще ладно в любом случае дал бы он мне денег каких-то я бы еще понял а просто так свой смысл вообще ничего нет да то есть мы нашли его если еще раз поговорить он нам ничего не говорит но окей пошли назад тогда сейчас мы сосем ураган себя до получим возможно какой-то еще дополнительный навык для перчатки так здесь мы все залутали больше уже ничего нету да ага вон тут что-то мы забыли ну что давай абзорбируем а в нормальный апгрейд этого еще мало чтобы пробиться сквозь стену но я делаю успехи создает цепной электрический заряд который может поразить до трех целей быстрые частицы собираются эта энергия отлично а по урону сколько кто-нибудь не скажет восстановленное аудио два из двух да у нас один из двух в общем пилот говорит что нас ждет контролируемое приземление на воду я смотрю в окно и вижу какое-то болото а не воду но мы здесь уже 16 часов и что угодно лучше чем это нам сказали принять аварийное положение так что мне придется отключиться я тебя очень люблю милый жду не дождусь когда увижу вас детьми и мы все вместе посмеемся над видимо этим походу это вот этот самолет до кит который разбился его тупо кто-то сбил сюда можно пройти не да окей тогда идем по квесту по квесту это туда последние приготовления до в надежде что-то найти ничего я не вижу наблюдатели наблюдают мы путешествуем еще робот или что это у нас тут это что лягушачьи яйца капуги откладывают яйца в живых людях и когда из них вылупляется детеныши они сидят съедают несчастную жертву как давай их уничтожим тогда эти яйца детонатор чтобы отбросить до отбрасывают ага ну это то есть если скидывать их с платформы в этом будет какой-то смысл наверх мы забраться не можем окей идем дальше тогда в этих пещерах можно потеряться и искать выход долгие годы и нам надо именно в эти пещеры да я так понимаю ну погнали вдовья шахта так но что вдовья шахта я никогда туда не заходил я там была могут встретиться ворюги смотрите в оба что еще за ворюги очередной какой-то квест да я вижу и нам предлагают разделиться или нет очередная миазма это была необычная буря шла война и маязма было оружием то есть походу это все-таки оружие добыла смотрим по сторонам так почему эти мониторы работают ворюги вы хоть слышали слова того что я сказала так и куда нам идти то есть если нам надо идти налево значит мы идем направо вот на тот побочный квест правильно ключ карта со столовой я бы пригнулся на всякий случай кто-то прошел здесь стреляя маязмы а там бонус вон там оружие новое кстати то есть нам точно туда надо а вот туда не надо да наверху я вижу ой не пугай меня так друг ага я так понимаю это наш новый путник сейчас будет так связь прервана после долгих лет службы выполненных и перевыполненных норм кого к нам присылает семья своих сборщиков до пропади она пропадом эта семья верные работники для них просто букашки строчка в табличке для удаления я слышу исправителей снаружи они вскрывают дверь в диспетчерскую помоги нам всех всем бог давай поможем этому товарищу это называется бог из машины элвис это ты элвис ну что ребята погнали вот для вас пройдет секунда а для меня пройдет долгих 20 минут опять 105 элвис дикс спасибо что помогли мне сбежать я вам отплачу чем-нибудь хорошим это кто я исполнитель желаний я тот кто воплощает мечты в жизнь он контрабандист черного рынка зовут вайс элвис ты как никогда вовремя я наконец-то нашел твой святой грааль микросхемы которые могут синхронизироваться с своей перчаткой и подарит тебе непревзойденный контроль ах ты подлая змеюха и за микросхем которые мы у тебя купили в прошлый раз элвис чуть не умер потише здоровья эти микросхемы древние технологии чистый кремний без ультрафиолетов это то что вы искали всю жизнь но показывать ты вроде скал микросхемы может им числе и наверное не так услышал мира бей вставь ее в слот еще один довольный клиент нужно больше микросхем найди меня в застой тауне так крадет пластику цели если вы читать поздравляю взломный чип ваш руках ключ богатство дать ему шанс призываю миазму можете сказать спасибо в загробный загробной жизни возможно я уже там смеюсь над вами вы получили микросхему добавить до красными скро схемы атакующие они подходят только для красных синие поддерживающий только я понял давай проверяем и куда их вставлять что-то я не понял а я понял теперь электроцепь кстати дальность 10 урон 20 слабенько довольно таки но я наверное а как вставлять то вот я вижу микросхемы модифицировать наверное давай вставляем а расходы расход энергии увеличивается кстати а сколько у тебя вообще энергии 100 до 100 ладно на самом деле у меня вопрос сколько он пластика крадет да ну давай проверим мы там будем уже отталкиваться от этого кстати водка до 105 на стене написан давай посмотрим что там за очередное сообщение наш гость вайс переступил черту он продал боссу поддельные боеприпасы теперь мы можем сделать с ним все что захотим бика заперва в туалете но не взял с собой ничего чтобы записать код так что этот болван сделал отметки пулями на ближайшей стене ага ну вот это 105 мы уже и разобрались дегуманизатор 10 процентов шансу крит по людям а только по людям да ну крит крит я бы выдавал снайперу да давай модернизируем тебе и кстати я что подумал вот как снять его снять я бы дробаш сюда вот ей вручил да чтобы если что она могла хотя бы в упор как-то отбиваться от противников так здесь мы все уже зачистили там мы залутали надо вверх зачистить и вам я вижу уже противника вроде кстати или это не противник не так кого-то там миазма наштырила так здесь мы залутали да да тут наверх бы подняться но тут ничего нету тут все тоже уже залутано идем дальше на нас кто-то смотрит походу это ребятки на нас смотрят и что нам делать давай разделимся то есть тебя я поставлю здесь робота поставлю сюда от тобой пройду вперед чуть-чуть ну вроде никого нет сколько за робота он не продается деревня ты научила разговаривать теперь он не точно нужен мы не хотим ничего плохого просто проходили мимо и не ответил на мой вопрос горожанин сколько за роботом у тебя нет столько денег девочка что ж у нас нет денег так что мы просто заберем вас и робота и снаряжение 240 здоровья нихрена себе так у нас проблемы походу на снайпера флангуем так ну и что тут делать давай вначале а почитать мы сейчас не можем да про них но отходим дав просто назад в принципе пускай не на нас ломятся и здесь мы в проходе будем их выбираю убирать до проблема в том что ну давай на максимум идем тут всего два укрытия ты стоишь ты стоишь ой хорошо да просто как в тире мы сейчас будем их расстреливать если будем до стреливать да ты до стреливаешь спасибо на этом ну давай снайпера подводим вначале выстрелим хорошо потому что я не уверен был помешает снайпер ему или нет теперь мы снайпера этого добиваем хорошо минус 110 кстати да но и с этой позиции мы никого не видим но мы на overwatch можем стать ага не встанем ни хрена да какой я же не тебя хотел ну ладно а семеркой не семерки слабо давай критуй не кританом отлично они отошли ни хрена сетом снайпера джебошит 65 мимо да тут как будто бы отойти надо что-то у них снайперы явно получше моего снайпа давай стоим блин я не перезарядился ошибка да у них снайпера достреливают а наш снайпер ни хрена не делает ну чё прикольно я могу что сказать отходим тогда пускай они вылезают на нас что перезарядимся но и бесполезного снайпера тогда сейчас будем танковать потому что у нее больше всего здоровья да так ну что нет доступных целей прикольно элвис еле живой но он достает да достаёт ли дикс дикс не достаёт ладно посмотрим ну снайпера надо убивать отлично попали то есть снайпом и убьём вот таким образом да получается но сейчас я кое-что проверим надо через получается спринт да подойти а через спринт и не убиваешь но вот отсюда да давай раз побежал тебе надо убить снайпера ты сможешь справиться с этой задачей 69 процентов отлично просто мы тогда грамиру грамилу подожгем или же убить грабителя пока что в этот ход да и у нас останется только грамила давай наверно так так а из а у нас закончилась перезаряжаемся тогда мы сможем отойти проблема в том что он в укрытие встанет ни хрена ты вжухнул 65 до может отойти вообще как можно дальше в этот ход давай я отбегу здесь так снайпом тоже тогда отойдем на максимум у него дробаш принципе да просто отходим здесь на overwatch станем кстати зря я так встал он мне кажется обоих до зацепит то есть тогда я наверно все таки сюда подойду если он по снайперу будет стрелять то в принципе мы его должны забрать в этот ход соточка да давай снайпер танканет у нас если что нет в начале кислоткой надо обдать его но у нас хилка есть то есть в принципе пофиг одного он кого-то повалит но не страшно снимаем броню 90 замечательно мы убиваем его в этот ход здесь громилой стреляем ой твой громилой диксон из снайп точно добивает через пятерку хорошо хэдшот сначала хапуги теперь ворюги так надо залутаться важные вещи так слушайте сюда что требуется для лагеря объявляется награда за бумагу книгу салфетки все чем можно вытирать задницу кроме острых предметов и ворюющих листьев ясно второе наркотики таблетки что угодно мне плевать если у меня вырастут сиськи я просто хочу обдолбаться и убивать и еще третье энергетические ячейки я же не могу вытирать задницу и жрать таблетки в темноте то здесь как будто бы босс будет да давай поищем я бы присел на всякий случай не нормально смертельный напал чтобы урон от огня до по площади помогает выкуривать врагов из глубокого укрытия и еще по уязвимым бьет горение добавляет 30 урона огнем на три хода вот это кстати круто да то есть это можно точно вот сюда надо поставить горение почему потому что мы бьем по трем целям то есть мы трем целям 30 урона еще горением нанесем до карманника тогда а сюда мы поставим карманника все отлично блин но уже уже что-то вырисовывается до сейчас тут залутаем этот их лагерь терминал что за терминал о терминал первой семьи и он работает тройное шифрование дик чихнешь рядом с этой штуки потом винтики не соберешь а я пожалуй попробую ну что с чего начнем давай сводка миазм интерфейс получение доступа интерфейс проект и бортус руководитель доктора джелика зен за действие на маязму кварк глионной плазмы разогретый до 9 кома 8 триллионов градусов результат миазма не уничтожена неудача она помещена в медную крест птическую камеру и охлаждена до 7 мили кельвинов в итоге не уничтожено короче никак его нельзя уничтожить доступ к заводу аварийное переключение журнал доступа первой фабрики то без передал коды доступа фабрики к вендилу зену то без скончался вендил зам изменил конфигурацию кодов доступа фабрики усилил гамма замки личной крипто ссылкой семейный доступ запрещен повреждены файлы и удалены да а что за проект ним нептун получение доступа шахта семьи аудиожурнал 065 алло алло джимми ты сказал мне что это горячая линия семьей так это она черт алло послушайте это бригадир у нас неприятности здесь 20 лет 25 исправителей они прорвались через откаточный штрек как будто он из бумаги и что с ними в хамахте эй нам нужна помощь ты что я бы поняла не совсем здесь исправители до прорвались и всех исправили о карт ключик кстати эта тема сейчас мы туда вернемся только долутаем здесь ничего нету отличненько это от платформы да а вон люди уже не нам похилиться надо во первых и во вторых надо столовую залутать давай быстро смотаемся туда получим может быть плюшки какие-то вообще бы полечиться как лечиться вот прям сейчас да можно ли как-то это сделать доска умений так а мы же уровень до получили берем заряд ловкости то есть получила только ты получается уровень до остальные ребята у меня закоцаны и допустим как мне вылечиться рюкзак расходники а вот тогда то есть но сейчас давай дойдем до столовой глянем что там может мы опыт какой получим мы точно получим пушку что немаловажно снайпер куда снайперская винтовка урон 40 крит 80 дальность 18 отлично но хила нету к сожалению да давай посмотрим что у тебя а у тебя урон 70 но дальность 10 ну ладно тогда все-таки сделаем так зато здесь крит 80 а здесь 110 кстати тебе тогда вернем твой дробовик и кстати модифик модифицировать да надо а мы уже все сделали мы уже сюда закинули крит на самом деле давай снимем крит отсюда вода чтобы здесь 90 был крит все равно 80 почему шоа а по людям это ну нормально мы то с людьми и боремся все возвращаемся тогда по-быстрому и думаем да то есть сейчас нам надо будет начали я все-таки бы похилился по-любому нас заберут раз-два-с и тут надо подумать да прикинуть можно ли как-то убить бесшумно выйти из области ага то есть так вот здесь есть неплохие укрытия как будто бы да то есть полные давай посмотрим если мы выстрелим нет доступных целей да а так есть крит 55 процентов без крита мы не убиваем но надо рискнуть вот здесь ребята вообще я бы подошел бы наверное ну блин опасно да то есть пять секунд ну давай рискуем если что будем просто отходить у нас крит 35 процентов то есть с этой клетки у нас 85 процентов отсюда получается соточка давай пробуем 55 процентов и крит выше да странно довольно таки погнали 50 на 50 бой а почему бой меняем винтовку проблема в том что этот снайпер до нас может дострелить да блин как же их много здесь может свалить пока не поздно вот здесь да и здесь их встречать мне кажется это неплохой вариант то есть тебя пока что спрятать куда-нибудь подальше а пацанами свалить жалко внутрь зайти не можем как будто бы против снайперов мы послабее будем да давай отойдем пацанами просто свалим тут и полное укрытие ее мы еще отведем здесь на дистанцию куда-нибудь сюда да и она будет простреливать красиво главное чтобы она сейчас не отчалила только так вот этот меня снайпер интересует отлично он не стреляет то есть джей джей тебе бы полное укрытие какой-нибудь здесь бы я бы спрятался пока что все стоим улыбаемся пускай они идут у нас еще перчатка да есть так снайпер тебя тебя сюда наверное да чтобы они по прямой не простреливали и перезарядка нам нужно то есть перезаряжаем но тут стоим можно кстати прикрытие до использовать они сейчас забираться наверх будут стрелять они вряд ли по мне этот ход будут давай вот так как-то ты стоишь просто а здесь мы сможем ого ничего себе интересно но это даже очень х даже хорошо да то есть мы тебе а а мы пожиратель брони не можем использовать пока что здесь правильно винтовкой в первую очередь надо выстрелить ты не видишь но окей отсюда вот ты можешь увидеть как будто бы вот так да надо встать чтобы нас не могли прострелить мы пытаемся забрать его конечно это будет проблема без критов да и без пожирателя брони крит 15 но это жесть конечно просто зашел и мы ничего с этим сделать не можем сюда отойти потом если они будут залетать чтобы спрятаться да ну и вообще от него отойти подальше я считаю мысль неплохая 30 до здесь он по двум выстрелят как будто бы 99 100 до но это прискорбно конечно стрелять там точно надо если бы они втроем залетели было бы жопа так моего конечно расконтрим давай минус так но это хорошо хорошая да но еще он по нам не стал стрелять плохая новость что они подходят здесь тоже проблема намечается небольшая 27 до процентов ты вообще вот блин просто жесть конечно как будто бы сваливать надо непонятно куда разделяться не хочется здесь они заходят то есть наверх сверха стреляй до сверха туры у меня снайпер нихрена не бегает то есть срывком чему сюда нельзя переместиться можно узнать что вот это за бред чё наверх нельзя подняться по лестнице можно спуститься подняться нельзя очень интересно но это бред конечно 49 блин но это жесть сколько у нас тут 40 до спуститься можно подняться нельзя да интересно как будто бы сюда убежать фланга ночь можно надо сваливать это по-любому здесь тоже отходим и снизу вверх у нас будет у них будет преимущество получается да то есть грабитель 21 3 15 процентов слишком мало тут два снайпа они выйдут и смогут пострелять тут бы у меня было преимущество мне но мне туда не разрешают идти но интересно ладно отходим за бочку и дикс тоже перебегает отсюда можем пострелять до теоретически 71 но давай это полное укрытие в принципе плюс мы его флангуем заставим двигаться минус 30 ну естественно что у нас здесь по шансам 15 процентов да опять наверх нам нельзя отсюда 50 и мне факт что мы его убиваем 36 здесь мы двигаться не можем здесь надо заряжать перчатку снайпов надо как-то убивать ну давай перчатку и мы их подожгли да то есть ты догораешь точно снайпера не догорает поэтому надо кидать гранату сюда еще осколочную отлично снайпера догоряда у элвиса будет крит следующий ход здесь просто вы получается вот так встаем и стреляем что мы больше ничего сделать не можем надо этого товарища убивать точно еще не факт что убьем но и здесь 56 до процентов 50 ей бы пистолет какой-нибудь 52 50 но тут какое-никакое укрытие так я вставать не хочу потому что по ней по ней грабитель может выставить плюс он с дробаша по двум зацепить может то есть выглядит как будто вот самый нормальный тут благоприятная позиция если мы не убиваем с с этой точке давай пожалуйста ну тогда полежи отдохни так минус снайпер ярость у нас еще скрит стопроцентный да ну здесь добиваем с места добиваем походу а мы его не видим но тогда беда два хода без сознания полежи подумай над своим поведением смысле 10 хп ты кому оставил алё здесь надо с грабителями разбираться ну давай сюда до крита убийства восстановлена деда давай 2 тоже забирай ну это понятно было как и это в принципе стеклянная бутылка чтобы отвлечь врага как это работает и понятно ладно тебя мы поднимаем я понял тебя то есть нам надо на него гранату получается тратить а хотя почему у нас же дроба 6 здесь у нас беда с перезарядкой то есть что мы делаем мы перезаряжаем оба оружия до тут он вход пропускает сколько у нас 45 процентов здесь дробаша надо его добирать просто вот таким образом да ху блин забрали что у нас по хп 45 до восстановилась но как-то прискорбно все будем страдать дальше детонатор надо разобраться как бутылка действует если бы наверх поднялись конечно было бы намного попроще ну ладно будем знать да что такие подставы нам играть делает всех убили я думаю теперь можем спокойно лутать но мед пакетов нам явно не хватит до после таких битв так наверху ничего нету вроде смысла залезать туда нет пластик ключ карта от платформа это кстати вещь полезно дайте мне мед пакетов прошу вас что у нас здесь что-то непонятно музыка еще так заиграла один миндациум 1500 опыта однажды какой-то гений решил создать валюту которая измерялась бы в потраченном электричестве так родилась криптовалюта миндациум тенденция сохранялась несколько лет пока однажды кто-то не потерял пароли от главного сервера что полностью обесценила эту крипту ну окей я понял вас идем дальше тогда надеюсь больше нам люлей не отвесят да никаких вижу наверху лут вижу лут беру его ведьма командование база под угрозой повторяю база под угрозой это ведьма прорывается через нашу оборону пришлите еще сборщиков мы долго не продержимся она за взрыва защитными в зверями нет нет я не могу объяснить стой по ходу завалили до товарища следующий проход получается область эту мы полностью зачистим помним что нам еще лягушек надо зачистить наконец-то мы добрались до счастливых холмов не особо не счастливые как по мне давай джейд поговорим так что джейд ты у нас крепкий орешек чему это вопрос если такая круто зачем тебе помощь мамы я убегаю от первой семьи они очень плохие люди и очень могущественно я думал что ее сила и и маги поможет мне дать им отход исправить их ошибки мы говорим обо всей семье или о ком-то конкретно о ком-то вы его не знаете и поверьте оно и к лучшему мне даже страшно стало ну давай тогда ты скажи что за кислая мина мы только что надрали задницы кучки варюк да наваляли мы им элвис и дикс убойный дуэт только теперь мы не дуэт а трио 3 всегда все усложняет от этой загадочной девицы жди неприятностей да брось без нее нам было бы крышка скорее снегом крышка у меня такое ощущение что она прокрадется ко мне за спину и вырвет кабель у меня нет обойняния носа что это за комплимент братишка ребят надеюсь вы отдохнули и похилились очень вас прошу 30 45 ой-ой-ой медпот 1 что делать не знаю надо лучше гранатами пользоваться счастливые холмы что вы там ищите так ну смотри что мы можем сделать мы можем вернуться до археология кстати да здесь у нас есть доступные задания можем вернуться похилиться в небесном и те зачистить ребят и потом сюда прийти или же ну давай пройдемся глянем что тут почем он там я вижу какое-то дополнительное задание может и битвы не будет никакой так тут со спины нам никто не зайдет ну вот только посмотрите подойдите поближе варюги и я вас отделаю в одночасье до этом ага вон там уже битва у нас диком кэш спокойно мэм мы не варюги прошу прощения потеряла очки где-то на юте теперь не отличаю ворону от почтальона вы бывали в юте я бывала во всех частях этой великой страны и сходила вдоль и поперек ее города и джунгли я даже терлась носами с инуитами в нью-джерси дикон кэш к вашим услугам сейчас вы в пустошах это опасные места для одинокой пожилой женщины о я в курсе проклятые ворюги повсюду никак не могу подобраться к своему тайнику сокровища о сокровища золото нет я видела что золото держит с людскими душами нет это сокровище столь особенное бесценное что его ничем не измерить и что же помогите мне вернуть его и увидите сами она в запретном ящике у ближайшего полицейского участка код от ящика 720 запомнили 720 720 я верните мне мое сокровище и я вас щедро вознагражу удачи ну ситуация такая да то есть вон там уже бой начинается я возьму пластик возьму стеклянную бутылку снайпер грабитель но мы не знаем кто там дальше еще я бы зачистил наверное все таки небесном киту получается этих лягушек поэтому я пойду по хили сейчас и мы вернемся к лягушкам что бежим к нашей подруге в первую очередь так тот самый универмаг 150 где где хилка мид под соточка да блин дороговато конечно 33 купили да то есть лечимся как будто бы еще надо будет взять а я не понял о чем отличие то есть 1 и 2 сколько у нас осталось две штучки я бы наверное еще одну бы купил ну и рвемся тогда получается где это было это было в небесном ките да погнали но и бежим к ребятам сейчас будет битва серьезная где они справа да вроде были да вот здесь теперь у нас уже пятый уровень да мы были третьим уровнем посмотрим что нам скажут теперь достойны ли мы сложные враги все равно да ну что все равно будем пытаться но как говорится уже наверное начнем следующие серии эту битву а на сегодня все всем спасибо кто досмотрел ставьте лайкосы пишите комментарии и вам за это будет респект и уважуха а на сегодня все до свидания